Организацию горячего питания в школах и детских садах проверили в Ханты-Мансийске. С рабочим визитом в столицу Югры посетила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина. Вместе с комиссией в школьные столовые отправилась наша съемочная группа. Сюжет Марины Селезневой. Место, где школьники отвлекаются от занятий и набираются сил. Прежде чем на столах появится горячий обед, с самого утра повара трудятся на кухне. За всем процессом следит заведующая столовой. По ее словам, здесь готовят с душой, поэтому пустых тарелок практически не остается. Дети очень хорошо кушают. У нас всегда горячее питание, свежее, сбалансированно. Они съедают все. Им нравится. Готовим по-домашнему. Чтобы дети были довольны, ушли. Все были сыты. В составе комиссии представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также сотрудники Распотребнадзора. Проверяют порядок на кухне, состояние оборудования, знакомятся с недельным меню. Кстати, при его составлении учитываются пожелания родителей. На обед у детей первое, второе компот. Ежедневно в рацион входят белки, углеводы, конечно же свежие фрукты и овощи. Все соответствует нормам Санпина и очень вкусно. В седьмой школе Ханты-Мансийской 483 ученика. Начальные классы питаются бесплатно. Пятиклассники на 95 рублей, а те, кто постарше, на 105. В Югре, кстати, к льготным категориям добавлены дети участников СВО, инвалиды, а также учащиеся с особенностями развития. Мы являемся одним из лидеров в этом направлении. Мы готовы делиться теми практиками, которые есть на сегодняшний день и в школах, и в детских садах. Особенно то, что касается медицинского обеспечения, потому что это и педиатры, которые работают, и медицинские сестры, и стоматологические кабинеты, которые позволяют профилактировать и лечить на ранних стадиях заболевания у детей. Также федеральные эксперты познакомились с работой медицинского и стоматологического кабинетов. Особое внимание соблюдению санитарно-гигиенических норм. Замечаний у комиссии нет. По их мнению, опыт Югры в области организации питания и медпомощи в школах, а также в детских садах, можно тиражировать по всей стране. Марина Селезнева, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.